Вместе с журналистами ТВР-24 мы запустили проект «Вдительные виды». Про то, как жить в мире со своим ребенком. И когда уже передачи шли на экране, мы поняли, в проекте участвуют практически одни женщины. Мы чаще всего все-таки используем слово «мама». А нам интересен и важен отцовский опыт. Что такое быть отцом? Сегодня у нас в гостях отец двух девочек, настоятель Сергиевского храма в Симхозе, священник, отец Виктор Григоренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы снимали передачу о осознанном родительстве, мы поняли, что о воспитании говорят в основном женщины. И поэтому мы задумали этот проект, и поэтому сегодня мы интересуемся мнением мужчин о воспитании, о детях. И мой первый вопрос к вам, отец Виктор, о вашем размышлении об отцовстве до того, как вы стали отцом. Что вы об этом думали? Или, может, не думали? Я думаю, что любой будущий отец, он в полной мере не понимает той ответственности, которая ляжет на его плечи и все-таки в первую очередь на плечи его супруги, будущей мамы. И, конечно, с рождением первого ребенка приобретается тот опыт, который невозможно приобрести на основании знаний и чтения соответствующих книг, соответствующей литературы. И это очень важно понимать, но, тем не менее, это совсем не значит, что не нужно готовиться к рождению детей. И я бы, конечно, подчеркнул то, что в любом случае на маму ложится основная нагрузка по воспитанию детей, потому что это вполне естественно. Мужчина всегда должен позаботиться о том, чтобы ей было максимально комфортно заниматься исключительно этим, наверное, самым главным делом в жизни любой женщины. Вспоминая эти непростые годы, могу сказать, что здесь должна быть взаимозаменяемость. И, конечно, отец должен уметь делать все то, что умеет делать мама. Потому что может случиться так, что мама попадет в больницу, второй ребенок, роддом. Ну, много всяких обстоятельств может быть, когда отец должен принять на себя вот эту заботу. Может не быть рядом бабушек и дедушек, поэтому здесь каждый отец должен быть готов к тому, чтобы маму подменить. Вы были готовы? Ну, были такие ситуации, когда два ребенка со мной, маленьких совсем, оставались со мной. И я помню очень хорошо эти несколько дней, которые я проводил с маленькими детьми. И я понял, насколько это сложно и насколько это ответственно, когда ты просто не можешь передохнуть. И хорошо, что там приходили добрые люди, я им давал деньги, они могли пойти купить в магазин что-то необходимое для того, чтобы пищу себе приготовить. Ну, вот, ну, здесь надо сказать, то, что все-таки то время отличалось от нашего, и мы-то еще пеленки помним, а не памперсы. Так что здесь еще, ведь, вот это вот сейчас намного проще с этим делом. Я вижу, как воспитывает сейчас, или старается воспитывать моя младшая дочь внучку. Вот, и, конечно, у нее совершенно другой подход, нежели чем был у нас с супругой. И я не совсем могу согласиться. Очень надеюсь на то, что эти методики, или эта методика, она будет давать положительные результаты. Это мы через какое-то время увидим. Я не хочу сказать то, что сторонник такой строгости в воспитании детей. Но иногда, мне кажется, то, что ребенок должен очень точно и быстро реагировать на то, что ему говорят родители. Простите, даже на рефлекторном уровне. Вот, это не просто для того, чтобы его обезопасить, а для того, чтобы ребенок понимал то, что, пока он еще маленький, мнение родителей не просто авторитетное, а это закон. Я приведу такой пример. Вот, никто из родителей, наверное, не хочет, чтобы у ребенка с возрастом развивался, там, сколиоз, например. Вот, поэтому нужно следить за осанкой. Ну, мы знаем то, что, ну, там, пример из дореволюционной России, например, как детей учили сидеть за столом, чтобы спинка была ровная, чтобы ручки лежали, как положено, или, как нас учили, за партой сидеть в школе. Вот, и когда ребенок сидит, садится так, как ему хочется, если его не поправлять, то сколиоз будет гарантирован. Вот, ну, я так, ну, здесь я не медик, конечно, вот, но думаю то, что такая угроза есть. Поэтому ребенку нужно поправлять и приучать его вести себя правильно. И сидеть правильно, и стоять правильно, и говорить правильно, ну, вот и многое другое. Ну, вот про сколиоз я бы хотела сказать, что, допустим, можно подходить с замечаниями, с определенными, да, а можно подходить системно. Например, ребенок занимается, там, какой-то физкультурой, да, мы знаем, что у него закреплены мышцы, укреплены ребенок, у него есть мебель, которая подходит ему по росту. И пятым пунктом это уже самоосанка. Тогда мы получаем в комплексе, то есть мы готовимся, как родители, и вы говорили про ответственность, мы готовимся, мы продумываем, и тогда ребенок не будет таким предметом для бесконечных замечаний, да, родительских. Здесь должен быть компромисс. Я так думаю, потому что разговаривают о воспитании внучки с дочерью. Я понимаю то, что она правильно говорит о том, что ребенка нужно не наказать, так сказать, не одернуть его, а правильно сфокусировать его внимание, или перевести его внимание, так сказать, на другое, с тем, чтобы он спокойно уже включился, так сказать, в тот процесс, который нужен. Ну, наверное, да, я вот согласен с тем, что вы говорите точно. Почему? Потому что, ну, есть какие-то вещи, которые можно, наверное, включать, не только требуя того, чтобы ребенок немедленно сел и выправил, так сказать, плечи. Скажите, пожалуйста, как вы наказывали своих детей, когда они были маленькими, когда их можно было наказывать? Вы знаете, как-то я не очень помню то, что мы серьезно наказывали своих детей, но меня поразила история со старшей дочерью, которая мне сказал, папа, а помнишь, ты меня стукнул, когда я был уже много лет там, ушлепнул, то есть, ну, наверное, было больно, я уж не помню, на что я отреагировал, я этого не помню, и мне стало очень стыдно из-за себя, потому что она это запомнила, это было для нее очень яркое впечатление, может быть, ну, с моей стороны, с ее точки зрения, это было очень несправедливо. Поэтому, конечно, когда я говорю о том, что нужно быть достаточно суровым, и, может быть, иногда маленькому ребеночку, так сказать, как-то его вразумить слегка, то ни в коем случае, конечно, этого не нужно делать, когда это уже ребенок такой, я не знаю, там, уже 4, 5, 6 тем более лет, вот так вот. То есть это очень болезненно, конечно, воспринимается. И если говорить о совете, который можно дать людям, может, начинающим, отцам, или отцам, которые сейчас воспитывают детей, вы говорили о том, что он должен быть добытчиком, что он должен быть наполнять не только материально, но и любовью в семью, да, это вот такой основной, получается, посыл. Я думаю, что это самое главное. То есть любой отец, если мы сейчас говорим о том, какой совет можно дать отцам, то, конечно, отец должен быть источником любви. И скажу больше. Вот мы сейчас у нас в церкви готовимся к великому посту, и в подготовительный период читаем Евангелие с известной притчей, сказанной Христом Спасителем, притчей о блудном сыне. Я думаю, то, что это потрясающая, именно потрясающая история, которую мы каждый раз в это время читаем в Евангелии, дает нам великолепный пример отцовства. То есть отец всегда принимает своего ребенка, который ошибся, который ушел, но имеет намерение вернуться, попросить прощения с чувством своей ошибки. И как только появляется вот это вот... Это касается всех нас, потому что мы все дети на самом деле. И этого нам и не хватает тоже. Вот этой любви, этого великодушия и этой радости от того, что у каждого из нас есть любящий отец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова